Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и Кристина Свэй! Всем привет! Моя родня практически. Нет, это скромняшка Крис, моя подруга, блогер по совместительству. Она пришла ко мне в гости и... она, знаете, что ждёт? Сидит такая красивая, что-то ждёт, да? А что ждёт? Ждёт еды! Нет, не так. Ждёт еды! А откуда будет еда? Вон, Денька, уже утащил кусок. Кусок утащил! День, ты как маленький собачонок у меня. С стола таскаешь еды. Нет? Короче, я набрала еду в Икей! На самом деле, очень много вкусного. Я не стала... мне нужно было зайти в магазин что-то купить, но я не стала идти никуда, и я зашла в икейский магазин, где у них напротив Укии продаётся еда. Ты там брала когда-нибудь еду? Да. Я покупала там сизер, яблочный. И мы же с тобой, ты вернее, покупала, угощала вкусным шоколадом швейцарским. Ой, шоколад там офигенский, да. Он с кусочками этого... Карамели. Карамели. Да! Которая хрустит. Но в этот раз я решила, думаю, дай наберу. Набрала на самом деле всё на тысячу рублей. Так я вам скажу. Сейчас я покажу, что я набрала. Мы будем сейчас готовить. Кристину буду угощать всякими вкусняшками, потому что накануне, буквально вчера, я с голодухи просто умирала. И я приготовила всё-таки их сосисочки. И вот двух сосисочек уже нету. Вот, смотрите, да. Это я же с морозилки достала. Мы сделаем бутербродики. Хотя я сейчас собираюсь основательно приготовить то, что я там взяла. То есть еда будет чисто икеевско. Что-то мы попробуем, что я ещё не открывала вместе. А что-то Кристинку удивлю. Ну и вам покажу. В общем, вот эти сосиски, из которых делают на самом деле у них вот эти хот-доги. Очень вкусные. Ой. Дальше. Это то, что я открыла уже. Я сейчас вам покажу. Это вот эти огурчики. Представляете, эти огурчики... Я вам сейчас ещё цены на всё скажу. У меня остались чеки. Цены на самом деле не очень такие мелкие. Ну вот сравните сами для себя. И мне интересно Кристина, что сейчас скажет. Значит, огурчики. И они там, представляете? Они порезаны там уже. Но это прям вот огурчики, которые кладут вот вырв туда. Ну это так, чтобы люди совсем действия никаких не делали вообще. Ну что-то необычное. Да, я сама удивилась такая уже порезанная. Так, сейчас мы сядем и я покажу, что мы будем сейчас готовить с вами. Мы будем готовить сейчас вот такие котлеты по-киевски. Вот они у нас. Здесь очень быстрый способ приготовления. Всё расскажу, как их приготовить быстро. Я хочу попробовать. Здесь две штуки. Довольно большие. Мы обожрёмся, думаю. Так же я лентяй готовить. Я увидела. Опа, пюре! Но мне интересно, что здесь внутри. Потому что здесь какие-то куски целые. Какие-то вот такие кусочки. Пюре. Потрогай. Как думаешь, это пюре? Какое-то космическое, наверное, которое растворится. Как-то набухнет, наверное. Короче, тут надо как-то вот варить. Сейчас надо бросать уже, не размораживать. Иди, крестушки, Дэнь. Иди на ручки, крестюньки. Скажи, я хочу, я хочу. Дальше я попробовала у них макарони. Вот остались две штучки. Одна мне, одна Кристин. Такие сладкие. Да. И они такие вкусные. Это одни из самых лучших макарон, которые я пробовала. Макароны? Ну, макарони, да, называются они, сладкие такие. Макарони, макароны, не знаю, что. Короче, еще я взяла вот эти чипсы. Чипсы-чипсы. Которые мы будем пробовать со светлым пивком. Да, бутылочка маленькая, 0,33 литра. Я просто хочу попробовать. Вот. Короче, это детям с 21 года только. Сейчас мы будем, короче, готовить, параллельно опробовать все. И я вам скажу цены на все про все. Оставайтесь с нами, если вам интересно поесть из Икеи. Итак, Кристина, нам в помощь. Смотрите, я прочитала, что вот эти котлеты можно разогреть в течение там 6 минут. С одной стороны 2-3 минуты, с другой стороны 2-3 минуты. Просто в микроволновке. Доставай, Крис. Я предлагаю разогреть прямо в пакетике, вот так. Не надо в пакетике. Это совсем для лентяй. Я понимаю, я лентяй, конечно, но... Мне кажется, она сама и взорвется, и в тарелку. Прям в рот сразу вывалится, да? Мне кажется, она уже и пройдет. Дэн, что ты делаешь? Ложкой снег мешает. Это мусорное ведро, зай. Я открыла. Ты открыла? Молодец. Выкладывай все сюда. Ладно. Помогу вместо микроволнов. Дэня, короче, кинул мой носок в мусорное ведро и свою ложку. Ну, что это? Что напоминает? В столовых вот сверху присыпано, и даже запах такой... Даже запах, да, понял. Ой, да вкусно пахнет. Да, я не говорю, что не вкусно. Так, все, отправляем это в микроволновую печь на 2-3 минуты с одной стороны и 2-3 минуты с другой. Ладно, освободить продукт от упаковки. Ты правильно все решила. Просто интуитивно, да? Так, поставили на 3 минуты. Итак, следующее пюре. Пюре нужно нам, не размораживая, закинуть сюда в кастрюлю. Да? Вот, да, кастрюля. Давай, Крис, скорее разворачивайте. Вот. Что, все прямо надо? Да, 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 давай, все, окажи. А может, не все надо было? Да это много тебе просто будет. Ну, надолго, надолго буду кушать. Ну, смотри. Мало ли сколько получится тут, я не знаю. Оно чуть разбухнет в любом случае. Думаешь? Короче, залить надо немного воды или молока, и на медленном огне 9 минут все это нужно делать. Ну, все, отправляем сейчас. Кристина пока развлекает малыша. Потому что. Значит, я заливаю немного молока. У меня как раз после кофе остается. Не знаю, сколько это немного, глядь. Немного. Ну, вот столько. Или все. Или все выли. Короче, вот как-то так. Поставила на медленный-медленный огонь. В общем, надо все время помешивать их. Что-то с ними должно остановиться. Короче, как ситуация изменится. На медленный огонь, потому что надо было разморозить. Нет, написано не размораживать сразу. Потому что они прилипли друг к другу. В общем, я мешаю потихоньку. Оно все тает и тает. В молоке. Ты поешь. Все, наши все кусочки растворились. Как бы на пюре становится похоже. Так я пробую немножко. И на картошку похоже, знаете. Потому что я все время не доверяю этим всем. Вот таким вот быстрым приготовлением. Мало ли что туда кладут. Поэтому пытаешься найти вкус. Короче, я еще 5 минут должна вот так мешать. После того, как оно все растаяло. Всего 9 минут. И оно еще холодное. Надо, чтобы оно нагрелось. Итак, наше пюрешко готово. Я решила его, так как оно жидковатое, мы его нальем в стаканы. У нас будет необычное такое. Красота. Ай! Ай, Ла-Ла! Да и только! Ай, Ла-Ла! Слушай, ну я попробовала уже, честно скажу, вкусно. Сейчас вот Кристинка интересно, чего заценит, как. И в принципе, смотрите, да, 2 стакана еще. Ну, чуть-чуть осталось там. Да и Дима. Ну, в принципе, мы смотрим. Мы смотрим и помогаем. Вы у меня самые лучшие помощники. Присаживайтесь. Господи, господа. Так, также готовы наши котлетки. Они горяченькие как раз таки. Сейчас я их разрежу, посмотрим, что там внутри. Я делала их 3 минуты с одной стороны, потом 4 минуты с другой стороны, и еще 2 минуты с другой стороны. Что-то юшка вытекает там. Что сделала Селена? Взяла кусочек, отрезала. Котлета по-киски, там же самый смак. Нельзя так? Ну, я вот это вот люблю, этот сок. Юшечка. Ну, ладно, тогда я тебе целую оставлю. Так, теперь давай нальем сразу пиво, откроем огурчики, да? Сосиски потом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. В общем, все, у нас готово. Наши котлеты по-киевски, наши пюрешки. Сейчас то, что мы будем пробовать вот это вот, да? А, еще чипсы у нас есть. Пюрешки без пешки. Слушай, а может быть, чипсы мы сначала запробуем? А то как мы потом, вот это сейчас вкусно пойдем и чипсы какашками покажем? Ну-ка, чипсы. Дурдог. Ну-ка, давай, на. Все на скоростях. Потому что, Денни, на картофель 65% присутствует. А в пюре. Я не посмотрела, сколько там процентов? Он тоже из картофеля. Наливаем пиво. Надо попробовать, что это за пивочка, да? Чисто для пробы. Ну что, давай за нас красивым. С Новым годом, с новым счастьем. За ушедший Новый год и пришедший Новый. Все будет замечательно у нас и у всех девочек. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в пиве. Я тоже не разбираюсь, но главное, чтобы кислого не было. Вроде кислого не было. Ну, вкусно вот это, да. А ты не знаешь, сколько? Цена интересна просто. А, цену сейчас скажу. Итак, пиво. Очень приятно, такое рисковатое. Горьковатое немножко, не кажется тебе? Горьковатое, именно такой вот рисковатый вкус насыщенный. Так. Блин, как называется? Сосиски. Так, сосиски 89 рублей. Кстати, 89 рублей 5 штук длинных стоят. Я даже большую упаковку себе в следующий раз куплю. Мне кажется, они реально очень вкусные и недорого это. Так, пакет бумажный 9 рублей. Да. Да. Сомарскорт. Что такое? 18... А, нет. Это НДС 18%. Сомарскорт. А, вот, светлое пиво. 149 рублей. Ну, недёшево, я хочу сказать. При том, что крышка здесь именно открывашкой нужно открывать. Мне кажется, в России... Ложечки. Сейчас на состав посмотрю. Ложечки даю. Так, сейчас попробую огурчик, Крис. Такой чуть-чуть налей. А я уже его попробовала. Для огурчика? Давай руками, да, давай руками. По-свойски, как дома. Ну, как тебе, что ты скажешь? Мне нравятся вкусные. А как корнишоны? А вот я первое, что заметила, когда попробовала, что они очень-очень сладкие. Тебе не кажется? Слаще, чем обычные. Я уже давно, не я, а такие с магазина. Но мне напомнили, как вот корнишончики. Ну, они нет. Они всё равно более у нас, вот более кисловатые. Вот эти прям такие сладкие, притерно, как будто там вот они маринованные, и туда ещё в два раза или в три больше сахара кидают. А знаете, сколько стоят? Так, чипсы стоят 129 рублей. Не хотели ли вы? А что поделить? 150 грамм. Ну, как большая пачка. Денечка, не кричи, зай. Так, дальше. Так, пиво я сказала уже. Пюрешка, как тебе, Крис? Похожа на пюрешку, как ты сказала. Мне нравится. Пюре стоит 149 рублей. И там, ну, получается не так-то много. А сколько грамм было? У меня вообще не дешёвые продукты выходят. Ну, конечно, тут же почти всё готово. Всё за тебя сделали, всё работало. Мне кажется, можно полуфарбарикады купить и российского производителя. Давай я тогда с котлету теперь запробую. Ну что ж. Пахнет очень. Ешь давай котлету. У нас прям мукбанг получается, да? Как там, нужно есть? Что-то говорить? Как? Мукбанг или что это? Я не знаю, как точно. Я вообще макбук говорила. Котлета бесподобная. Просто, как будто её реально только приготовили сами. Ну, сколько она стоит? А! А вот это вопросик. Две штуки стоят 169 рублей. Ну, конечно, как бы. Не, ну, смотри, в какое заведение ты идёшь. То есть, получается, что одна стоит сколько у нас? 80 рублей. Это, считай, ну, в какой-нибудь столовой такие цены на самом деле, да? В ресторане она, конечно, будет 250 рублей. С пирожечкой ещё дороже. Смотри, а куда ты идёшь? Вот, кстати, макарони, я вам говорила. Кстати, это 4 штуки макарони. 4 штуки стоят 99 рублей. Ну, они реально того стоят. Они очень вкусные. Ну, получается, 25 рублей одна штучка, да? Они маленькие, но, девчонки, я ела макароны разные. И я вам скажу, что они реально вкусные. Пюре очень вкусное, да? Ну, не, нормальное, да. Ну, блин. Ну, скажи честно. Ну, как бы, оно вкусное, но это же полуфабриката. Ты что? Подожди. Я беру покупок картошку, чищу её. Делаю из неё пюре, например, да? Замораживаю её в беточках. Запаковываю и продаю людям. Что? Нет, там ещё какие-то добавки идут. Да, лишь, наверное, что я не добавила. Я не говорю, что это плохо. Чтобы сохранилось. Самим дешевле идём. Понятное дело. Ну, есть же такие люди, как я, в этом мире, ленивые. Будешь пюре? Попробуешь? Да. Да, мне очень вкусно. И я, на самом деле, вернусь туда и куплю вот всё, что я взяла. Всё куплю. Ну, кроме пива, наверное, потому что пиво я так особо не пью. Прям огурчиками закусывать вообще, да, Катя? Ну, чё, я ничего больше не брала, чё-то я не помню. Да. Ничего. Итак. Красота. Я хлебушек не нужен? Нет. Какой хлебушек. М-м-м-м-м-м-м-м. Я рекламу дам. У меня целая, да, ещё? Да. И я говорю, вкусная, вкусная, она такая, ну, так себе. Да. Я ждала. Не ожидала? Ждала, не ожидала. Ну, вообще, да, если честно, для полуфибриката, если сравнивать, вот такие ещё, да, вот, там, в кружках вот эти всякие, я уже давно не ела, но такой более мягкий вкус. Может, это то, что ты на молоке делала? Ну, можно. Блогер, юный. Реально сейчас стало тяжело снимать, вот, с ребёнком просто. Ты же понимаешь, да? Вот прикинь, я бы одна это снималась. Рот тащит. Всё, рот тащит. И всё. Я думаю, когда он будет разговаривать. Мало того, что в рот тащит, ещё и всё. Мукбанг. Ну и чё? Надо кушать и говорить. Эй, вы же вот у крестинки ногти прикольные. Где дело? Ум, девочки. Соседская. Прорывали соседская. Очень хорошо ногти сделали, вот я обретила внимание. Ой, селя. Будешь ещё бутербродики с сосиской? Подожди, сейчас это даем. Да я думаю, что как-то. Я вот уже ничего не знаю, что... Ты чё-то пошутила, спасибо. А ты реально хочешь, я сделаю? Я месяц держалась, месяц. А вчера развязалась. Не, не сильно, а по чуть-чуть. Ну, выхожу из голода. А чё за диета у тебя? Вот самое время, мне кажется, сказать, очень девчонки многие спрашивают. Я на Новый год не переедала, на вообще... Короче, я вчера только начала и то по чуть-чуть, там немножко борща без хлеба, ну так, и чаще. То есть ты просто поменьше ешьешь? Да, вообще, да, минимум. Никакой диеты особо нет? Не переедала просто. Для некоторых это легко, для Коксилена, она знает свой мир, а для некоторых... Ну просто, чтобы переесть, нужно больше времени потратить, которого нету. Поэтому я... Нет, можно быстро переесть. Я быстро перейдала. Кстати, в Макдональдсе вообще очень легко переесть. Там потом взрывается всё в желудке, блин. Прям взрывается прям? Ну это быстро-быстро ешь, вроде бы ешь-ешь-ешь, а потом оно разбухает, особенно если припьёшь что-нибудь. Ты имеешь в виду алкогольное или... Да всё, алкогольное в Макдональдсе? Там нету. Да, я не знала. Нету? Там же для детей. Правильно. У них лицензии, наверное, нету. Да и смысла, наверное, нет. Блин, вот мне прям хочется с сахара добавить в пиво. А ну, да, мне очень нравится вообще. А я прям с сахара сейчас добавлю. Или мёда. Можно мёд добавлять? Ну это всё на любителя. Я в вино всё такое хотела добавлять. Может будет медовый какой-то? Вот я прям хочу, прям мне хочется сладенького и... Что там, интересно, Дэнчка делает, мальчик? Нашка приготовила от души хозяюшка. Зато всё за буквально девять минут. И за тысячу рублей. Куда за тысячу? Погато. Ну подожди, это мы с тобой. А ещё у меня сосиски остались. Вчера я кушала их. Ещё у меня огурчики останутся. Ещё у меня чипсы останутся. Ну, минус двести рублей. На соль, соль. Да нет, надо просто брать больше. Ещё картошка осталась. С сосисочками. Где мои сладкие? Ты знаешь, что удивительно, даже вот эта вот сама корочка, которая, да, она очень вкусная. Она жирная. Чтобы вы понимали, вот, жира нет, мы ничего не слизывали. Ну, не стекает, ничего такого там. Ну-ка, пиво с мёдом. Что-то мёд не растворился нифига. Да уж мешать нужно. Да я мешала. Что-то реально вкусное. А, что я сделаю с сосисками? Что я вчера за бутерброды сделала? Я взяла просто хлеба, кусочки, их положила. На них выдавила тоненькая колбасочка. Я их, кстати, в инстаграме делала пост, я их фотографировала. В общем, выдавила немного кетчупа, немного майонеза. Положила по три вот этих вот огурчика. И просто две сосиски я разогрела, там, буквально две-три минуты в кипящую воду бросила. Не надо размораживать ничего. То есть ничего не надо размораживать. Напополам их разрезала, они разрезаются. И всё. И по половинке на каждую положила. Бесподобно просто. Вот зайдите в инстаграм. Ну, напополам их разрезала. Ну, напополам, потому что у меня же хлеб не такой длинный. Нет, ты говоришь, они разрезаются. Замороженные. Замороженные раз этого. Да, замороженные просто бывают, например, нашу сосиску, если заморозить её, хрен, блин, разорвёшь. Что-то, кстати, про российские у меня спрашивала продукты. Давно ли я покупала российские продукты? Я про эти... Полуфабрикаты. Ну, ты ж сравниваешь. Ну, вот пельмени у меня были давно. Ну, пельмени чаще всего. Что-то я так недовольна вообще этими пельменями. Какие уже даже не брала. Самые крутые. Очень круто, короче. А, макароны! Попробуй. Попробуй сладкие. Ну, что, боже, ты лучаешь, Каня? Сейчас всё испортим. Котлеты вкус, пюре. Ты всё же съела. Какой вкус? А я всегда, я не сразу ему. Через полчаса сладкое. Ну, сейчас мы должны есть сразу всё. Мы должны сказать наше... А запах, вот я даже чувствую, что я пока не хочу. А надо, Криша! Понимаете, какая тяжёлая работа блогера? Я не хочу! Я только похудела, бля! Да с неё ничего не будет. Ничего не будет, когда рот полет. Угадай, с чем она. Не хотела. С кокосом. Да. Очень вкусно. Я хочу все взять по одной. Там были манго, маракуйя. Там и коричневые были, и зелёные с фисташками были. Ну, похоже на безе пирожное с кокосом. Макарони! Зравниваешь с каким-то пирожным безе? Нифига не гурманты. Я знаю. Давай, давай, что-то скажешь в своё оправдание. Девчонки! В общем, если вам понравилось это видео, готовить с икеи, то ставьте лайки. И я тогда посмотрю. И обязательно, если что, пишите мне, что вам нравится. Я обязательно сниму ещё такое видео. Потому что я, по-моему, у тебя завсегда ты там. И я ещё что-нибудь обязательно попробую. У них есть ещё овощные всякие фрикадельки. Куриные фрикадельки есть. Короче, которые, наверное, те же, которые готовят в ресторане у них икея. Потом овощные какие-то оладьи есть. В общем, у них много всего интересного. И если это первый у нас такой блин, блин, не комом получился, а реально всё очень вкусно, я с удовольствием приглашала бы к себе Кристину. И она бы с нами инвестировала еду и к ней. Я тоже с удовольствием присоединюсь. Да, можешь перед этим месяц худеть, потом приходить ко мне и развязываться жёстко. Чем раньше прихожу, тем раньше сегодня. Чипчики будешь? Вот нормально, мне нельзя ничего предлагать. Я же соглашаюсь, понимаете? Да, вот. А я не хочу тебе сверху маковать. И слава богу, что не надо. У нас сладкая как бы особая. У нас хоть со солёного. Тем более под пиво-то шведское. Да, насколько я знаю, кстати, это всё шведское. Да, у нас шведское жир. Насколько я знаю. Тут написано... Ну, Swiss, да, там должно быть написано, чтобы пролипло у тебя. Швеция, да. Производство специально для икеа. В общем, спасибо, Швеция. Вы действительно очень вкусно готовите. Кто ещё не пробовал, я рекомендую пробовать. А я поеду за новыми вкусняшками буквально в ближайшее время и буду готовить для вас ещё видео. Так что ставьте лайки, чтобы я знала, что вам такое видео нравится, потому что икею, готовку и еду я снимаю в первый раз. Вот. Может быть, что-то добавить хотели бы. Вот. Присылайте мне, сами знаете, ВКонтакт. Всё у меня под видео, в инфобоксе есть, в Дириг, в Инстаграм. Добавляйтесь и пишите. Всё, мы вас целуем и обнимаем. До следующего видео. Прощаемся. Пока-пока. Надя, я вас не знаю, мальчик. Я вас не знаю, мальчик. Эти меня. Юрешка, кстати, чуть постояла и вот затвердела. Да. И можно уже не в стакан её накладывать, а в это. А даже добавить ещё жидкости? Не надо. Да.